Друзья, здравствуйте! Вы на программе «Молитва, передвигающая горы». Сегодня вас вновь ждет знакомство с гостью нашей студии, история о том, как Бог отвечает на наши молитвы и духовные откровения, которые мы находим на страницах Священного Писания. Но вначале давайте обратимся к нашему Небесному Отцу в молитве. Господь и Бог наш, мы так благодарны Тебе за Твою любовь и милость, которую Ты до сих пор проявляешь в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господи, за участие в этой жизни, за Твою руку, которая поддерживает, направляет, наставляет. Спасибо, что сегодня Ты с нами, как и в былые времена. Благослови эту программу, благослови гостю нашей студии, благослови людей, которые смотрят эту программу. Ты знаешь все их нужды и просьбы, Боже. Будь близок к каждому, кто доверяет Тебе и возлагает свои надежды на Тебя. Да будет и сегодня прославлено и возвеличено имя Твое Святое. Аминь. Я вновь приглашаю Вас писать Ваши молитвенные просьбы в чате нашей программы или строке комментариев. Также Вы можете высылать их с СМС-сообщением на номер 916-827-8540. Мы обязательно будем за них молиться. Также я всегда напоминаю, что мы будем очень рады, если Вы сможете приехать к нам в студию и стать гостем программы, рассказав свой личный опыт ответа на молитву. Для подачи заявки на участие в программе пишите или звоните на номер 916-254-8182. И уже в скором будущем у Вас будет возможность стать гостем в новом формате нашей программы «Молитва, передвигающая горы». Это будет в режиме онлайн. Это еще одна возможность для всех желающих из разных уголков нашего мира поделиться молитвенным опытом с другими. Пожалуйста, воспользуйтесь новой возможностью рассказать людям о том, как Бог ответил на Ваши молитвы. Чтобы подать заявку и стать гостем программы в онлайн-режиме, пишите или звоните на номер 916-254-8182. А прямо сейчас я хочу представить Вам гостю нашей студии. Зовут ее Светлана Вождаенко. Здравствуй, Светлана. Здравствуй, Рома. Я очень рад, что ты сегодня вместе с нами на программе. Знаю тебя уже или мы знакомы уже, наверное, лет 20. Ну, где-то так. И не виделись мы с тобой лет 12, наверное, последних. Это правда. И я очень благодарен Богу за то, что такая возможность у нас появилась. Но я бы очень хотел, чтобы и наши зрители тоже чуть-чуть с тобой познакомились. Скажи мне, пожалуйста, расскажи нам, откуда ты родом, кто семья твоя, дети, муж и так далее. Я из Украины. Живем мы в Киевской области, город Васильков. Имею троих сыновей, мужа и очень рада, что могу быть на этой передаче. Честно скажу, это как бы мечта, не мечта, но я постоянный зритель вашей программы. И когда смотрела, ее думала, смогу ли я там когда-нибудь побывать. Ну, даже не мечтала про это, скажем так. И вот Бог сделал чудо. Я сегодня здесь. Слушай, а каким образом ты вообще оказалась в Соединенных Штатах Америки? Это еще один большой опыт. Когда началась война, так получилось, что меньший сын поехал на обучение. Нашли спонсоры, которые оплатили ему обучение. И вот в этом году, в мае, он выпустился, закончил школу. И я приехала на выпускной. Появилась возможность. Это большое чудо. Потому что визу, которую я получала, это просто чудо. Потому что мне не должны были ее дать как бы по правилам. Но Бог усмотрел свой путь. И я за это очень благодарна. Слава Богу. Ты много говоришь о молитве, о Божьем участии в твоей жизни. Скажи нам, пожалуйста, ты родилась в верующей семье? Или это как-то по-другому складывалось в твоей жизни? Нет, я пришла в церковь, мне было 15 лет. Вначале, это был 92-й год, период евангельских программ. И мы с мамой решили пойти посмотреть на живого американца. К нам Васильков приехал. Рэй Даниэль. И мы пришли посмотреть на живого американца. И потом познакомились с молодежью. Я и потом там же я нашла мужа в церкви. Там же родились наши дети. В общем, уже 20, почти 30 лет я в церкви. 29 лет я в церкви. А вообще твоя семья, папа и мама, они были религиозными людьми? Ну нет, нет. У меня папа военный, мама, ну обычный, обычный. Мы православные, как бы обычные были. В церковь мы не ходили. Я понял. А молитвенная твоя жизнь, ну она так и началась в 15 лет. Вообще, как ты это восприняла? Это подростковый возраст, когда наоборот все в штыки воспринимается. А тебя тут повели какую-то церковь каким-то верующим. Нет, нет, было все наоборот. Это не меня повели, а я с мамой пришла. То есть даже ты была инициатором этих встреч? Да, да. Ну потому что там вначале выдавали книжки, какие-то подарки. Это было интересно подросткам. Это всегда что-то получить. И потом в церкви я познакомилась с молодежью. А до этого у меня была подружка. И с ней мы на фоне влюбленности, мы друг друга не поняли. И когда сюда я пришла, я увидела настоящих друзей, скажем так. Я осталась в церкви только благодаря дружбе. На тот момент для меня это было самое ценное. И поэтому я маме говорила, мам, ну поедем, там молодежь, там весело. То есть ты была инициатором? Да, да, да. Скажи мне, вот за все эти годы ты никогда не разочаровывалась в том, что выбрала именно такой путь? Ведь жизнь могла быть, возможно, совсем другой. Ну, не могу сказать, что не разочаровывалась. Были моменты, когда ты что-то переосмысливаешь, передумаешь. И я думаю, что в жизни каждого человека есть этапы, когда ты переосмысливаешь свою жизнь. И тогда ты начинаешь думать, на правильном ли ты пути, правильный ли выбор ты сделал, правильное ли даёшь направление своим детям. И это очень важно. Но прожив вот 30 лет в церкви, я очень благодарна Богу, что этим путём я иду. Слава Богу. Я уверен, что вот эти слова, мысли, они являются сегодня поддержкой для многих людей, кто тоже проходит какие-то сложные периоды в своих взаимоотношениях с Богом. Ну и если кто-то случайно посмотрит нашу программу из тех людей, кто вообще не задумывался раньше о своих взаимоотношениях с Богом, то это очень хороший пример тоже. Ну хорошо, а с чем связан сегодняшний твой опыт? Когда началась война, я первый раз пожалела, что у меня трое сыновей. И поэтому так получилось. Я верю, что Бог просто складывал пазлы в жизни нашей семьи. Что один сын поехал на обучение, и второй сын, он закончил УГИ. И ему нужно было для того, чтобы продолжать в том направлении, которое он выбрал, это реабилитация, ему нужно было медицинское образование. Ну и мы планировали, как в Украине, куда пойти, куда учиться. И потом в наших адвентистских чатах начали писать про Катерин Колледж. И мы написали заявление, на это сообщение как бы ответили, и нас одобрили. А сколько лет ему тогда было? Ему было 22. То есть получается так. 21. Людей, парней такого возраста не забирали на войну еще, но он уже был не выездной, потому что он старше 18 лет. Ну да, если бы он продолжил обучение в Украине, то его как студента бы не трогали. Но страх, знаете, мамонт, страх, он всегда присутствует. И поэтому мы стали молиться. Господи, если это твой путь, то ты нас веди. Если не твой, то мы будем продолжать заниматься учебой здесь, в Украине. И из всей Украины в этот колледж выбрали 50 детей. И мой сын попал в это число. Да. И мы тогда поняли, значит, нам нужно идти этим путем. Мы продолжаем молиться. Конечно, там очень много шагов следующих, что нужно было за этим. Он подал заявление, оформили документы. Пришли все документы с Катаринг колледжа. И с этими документами нам нужно было идти в военкомат. Конечно, из этих всех студентов, мальчиков было меньшее число. Их было семеро, вроде бы, из 50 человек. Ну и мы решили пробовать. Ну, конечно же, это нелегкий путь, потому что в то время уже было напряжение, и с 18 до 60 не выпускали. И когда мы пришли в военкомат, должны мы были пойти, как сейчас помню, это пятница. Но нам что-то помешало, и мы пошли во вторник. Когда мы пришли в военкомат, очередь большая стоит. И мы с папкой документов, ну, встали в очередь. И перед нами говорят, что подождите, комиссара вызвали на совещание. То есть прямо перед вами? Прямо перед нами. И у нас тогда еще больше страх. Мы встали там, прям молимся. Господи, ну почему так? Ну, как бы, все же вроде бы шло. Что случилось? Это на добро или на зло? Что это будет? И потом отдаем это все в твои руки. Через полчаса нас позвали. Ну, я не пошла, сын пошел сам. И когда он туда пришел, он подает документы. Им посмотрели документы, форма для обучения. Ему говорят, окей, хорошо, мы выписываем тебе на полгода отсрочку. То есть дают добро на выезд. Да, дают добро на выезд. И он выходит и говорит, мам, так просто, все дали. Потом, через время мы узнаем, потому что наш знакомый работал в этом военкомате. Он говорит, что вы представляете, для чего позвали, сделали это совещание. Один из вопросов на этом совещании, это было студентов, которые поступили в иностранные вузы выпускать. Ты можешь себе представить? Это было, ну, не за полчаса после, не намного раньше. Не в пятницу, когда вы собирались. Да, не в пятницу, а именно перед нами. И так просто, вот раз, и дали разрешение. Слава Богу. Из тех ребят, которые туда поступали, одного только пропустили, потому что ему было 17 лет. И мой сын... То есть тех парней им запретили? Да. И мой сын это второй. Вау. Слава Богу. Да, Бог великий. Слава Богу. И на этом закончилась история? Нет, история продолжалась. Это только маленькая часть. Но я была твердо уверена, что Бог ведет нас. Мы идем правильным путем. И дальше у нас будет все как по маслу, скажем. Потому что многие говорили, что там на таможне, там не выпустят. То есть решение военкомата, это еще не гарантия того, что вы сможете выходить из страны? Ну, мы думали, что это гарантия. Как оказалось, не гарантия. Мы покупаем билет на поезд и будем ехать в Польшу. Когда мы заходили, вышла проводник и говорит, сколько лет? Я говорю, 21. Она говорит, вас высадят. Я говорю, нас? Нас не высадят. Она так на меня глянула. Но я была уверена, что Бог ведет нас. И мы зашли, сели. И вот мы ночью как раз подъезжаем к границе. Заходят проверяющие. И позвали, сына моего позвали в другую комнату. То есть ты не могла быть с ним? Нет, я не могла быть с ним. И через некоторое время он выходит и говорит, мам, нас высаживают. Как? Как нас высаживают? Куда? Где ночь? Нас высадили. Мы доехали до Львова. И там сидим на вокзале. Что делать? Что делать? Не знали, что делать. И сын мне говорит, мам, давай помолимся. Мы стали молиться. Как нам действовать дальше? Что дальше делать? Назад возвращаться? Ну, как бы были вопросы к Богу. Но думали, что примем решение после молитвы. После молитвы мне приходит такая мысль. Куда первая будет ехать автобус? Туда мы и поедем. Ну, к границам. Подходим и спрашиваем, куда? Ну, автовокзал. Куда едут? Первая маршрутка? Куда отправляются? Мне говорят, в Ужгород. Мы садимся в этот автобус. Я не знаю никого в Ужгороде. Я не знаю, какая там граница. Я сейчас это все вспоминаю и думаю, прожила бы это я второй раз. Бог настолько давал вот эту уверенность, силу идти. Просто чудеса. Мы садимся и едем. Пока мы ехали в маршрутке. Старший сын мой узнал через знакомых, где можно нам остановиться. И здесь в маршрутке, когда мы уже подъезжали к месту нашего в Ужгород, осталось три человека. И осталась одна женщина, впереди меня она сидела. Я подошла к ней и спрашиваю. Так и так, вы не знаете, эта женщина мне дает номер телефона того человека, который возит людей границы назад. То есть я не знаю, как бы я это искала. Но у Бога свой путь и всему свое время. Я думала, что я ничего не знаю. Но когда я уже приехала в Ужгород, у меня было где ночевать, у меня был дальнейший мой путь. И Бог еще так чудесно сделал, что был один день, когда мы могли погулять по Ужгороду и посмотреть всю красоту нашей Украины. И когда мы приехали, это было через день, нас повезли туда на границу, мы приходим, и нас так подозвали отдельно, мы с этими чабанданами большими. Он говорит, ваши все документы, мы показываем, он говорит, у вас нету визы. Я говорю, я понимаю, что нету визы, но в Украине не работает посольство американское. Ну тогда где бумажка, что вы были в этом посольстве? Я говорю, я звонила, но там нету никого, только охранник. На что он сказал, ну я не могу вас пропустить, поэтому попробуйте еще куда-то поехать. И ну что, поедем тогда возле Ужгорода, есть еще на Венгрию. И этот водитель, мы договорились, он согласился, он же нас отвез туда и там же тоже нас ждал. Когда мы пришли... Я хочу уточнить одну деталь. То есть получается, что пограничник вам посоветовал поехать на другой переход? Попробовать, да, попробовать еще в другой стороне. То есть он как бы сказал, что какие-то шансы, возможности есть, только в другом месте? Да, да. Может быть в другом вас пропустят. Здесь из-за того, что у вас нету визы, мы вас никуда не пропустим. Я думаю, что одинаковые правила на каждом пропускном пункте. Ну мы потом узнали, что нет, принимает решение пограничник на каждом пуске пропуска. И когда мы приехали туда, нам тоже сказали, что, издали указ, что дети, которые поступили после войны, они уже не выездные. Что остается делать? Ехать назад. Этот же водитель довез нас в Мукачево, садимся на поезд и едем назад. Но до этого мы уже сделали интервью, встречу, собеседование во Франкфурте в посольство на визу. То есть назначили дату, ты имеешь в виду? Назначили дату. И этому пограничнику мы показывали. Вот у нас документы, что у нас есть дата. Он сказал, нет, это не проходит. Возвращаемся мы назад. Это было 15 августа. На 17 августа... У вас собеседование? У нас собеседование. Мы приезжаем, это была пятница. Мы в пятницу уже поехали в посольство специально американское посмотреть. Да, действительно, там был только один охранник. Он сказал, ничего здесь нет, не работает. Тогда мы поехали в пограничную службу. Нам сказали, что пограничник имеет право сам решать. То есть вот так вот. Никто никакого документа, который бы стопроцентную гарантию давал? Никто такого нету, что вот сто процентов. Одни решают так, одни решают так. И тогда мы в субботу идем в церковь. А в воскресенье, в субботу вечером, я говорю, сын, у нас есть еще один день. В воскресенье. Поехать мы еще через Молдавию не пробовали. Попробуем так, может быть. Иногда у меня возникали такие мысли. Ну, если все так складывается, то должно легко и складываться. А может, дальше Бог не разрешает идти. Тогда я не понимаю, зачем был путь до этого. И мне тогда пришел стих Библии. Стучите, и вам отворят. Ищите, и найдете. И тогда в воскресенье мы с самого утра, не знаем ни времени, во сколько, куда отправляются автобусы. Приезжаем на автовокзал. И нам говорят, что черновцы отсюда не ездят автобусы. Ездят только во Львов. Мы там были уже. Мы там уже попробовали. Нас там не пустили. Но мы не были на одном пешеходном переходе. В этот момент у меня был номер телефона областного пастыря. Я набрала его. И я очень ему благодарна, что он просто поддержал в тот момент. И он говорит, ну хорошо, приезжайте, я вас повезу. Мы приехали, он нас встретил с поезда. Это тоже для меня чудо. Но вот везде есть какие-то ступеньки, по которым Бог ведет. И когда мы поехали туда, конечно, это было полвосьмого. Комендантский час начинался в десять. И мы понимали, что куда нам дальше. Мы приезжаем туда, а там приезжаем на эту границу. И там пересменка. И нас нужно подождать. Полвосьмого до восьми. Я реально понимаю, что у нас время, время идет. Но так получилось, что выстроилась очередь, и мы были впереди. И когда подошел наш момент идти, подходим к окошку. Офицер смотрит наши документы. И говорит, а здесь не указано, вот полгода это сколько? С какой даты по какую дату? Ну мы ей стали объяснять, послушайте, ну вот дата, когда выдано, и плюс полгода. Ну как бы можно посчитать. Нет, нужно... Ну иногда мне казалось, что просто вот к чему-нибудь бы придраться. Препятствия датчики. Только бы не пропустить. Только бы не пропустить. Ну то есть вы не искали незаконных путей. Нет, нет. Это все были законные пути. Я всегда говорила, господи, мы идем только честно. Если ты разрешаешь, то идем так. Не разрешаешь, ну это последний шанс. И она говорит, что ну нет, у вас нет, я не могу вас выпустить. Ну ладно, тогда пойдете к начальнику таможни. Ну я понимала, что там будет нелегко. Ну потому что ситуация такая, что очень напряженная. С выездом именно ребят. И когда мы пришли туда, там уже много ребят сидело под кабинетом. Да, и нам сказали, чтобы мы открыли кабинет, в компьютере кабинет, где уже его кабинет в этом колледже. И где он зарегистрирован, где его приняли, где есть спонсор, который будет ему оплачивать обучение, где он будет жить. Вся информация его учена. Вся информация, да, да, да. И так смешно, он, пришла наша очередь, заходить в кабинет. В одной руке он держит открытый ноутбук, тут папка. И он заходит, а начальник говорит, ты что, пришел нам проводить какой-то семинар? Презентацию. Да, презентацию какую-то. Ну когда он зашел, закрылись двери, и этот хлопок в моем сердце как будто все опустилось. То есть ты тоже не могла быть вместе с ним там, да? И там тоже не могла быть. И в это время я стала молиться, продолжать как бы. Это был постоянный с Богом разговор, постоянно я была на связи, не было и днем, и ночью. Не было такого момента, когда я не обращалась к нему, не просила, не благодарила. То есть у нас постоянно какие-то живая связь была. Я слышала голос Божий, куда пойти, что сделать. Я принимала решение, понимала, что я не сама это делаю. И вот в это время молитву я стала смотреть в окно. И в окне я увидела огромное красное солнце, заход, это же было уже время. И оно висит ни на чем. Я говорю, Господи, как-то все чудно. Я вообще переключилась, я стала просто Бога благодарить за красоту природы, за все то чудесное, что нас окружает, и за этот заход солнца. И потом как бы остановка моей молитвы, я услышала крики в кабинете. И я так, стоп, переключилась опять туда. И знаете, как мама, я уже была готова бежать, рваться, чтобы спасать своего сына. И тут открывается дверь, и он выходит, улыбка до ушей. Мама, меня выпустили. Как? Мне хотелось кричать от счастья, от радости, выпустили. А потом, когда мы с ним шли, я говорю, а что за крик был? Он говорит, что этому начальнику пришлось позвонить высшему начальнику, рассказать, что у этого парня есть все документы. Он по документам может выезжать, но почему-то не выпустили. И тогда тот начальник сказал, что зачем вы его держите? У него есть пропуск, он пусть идёт. И тогда этот начальник говорит, слушай, малый, у тебя путёвка в жизнь. Давай, иди учись. И когда мы выходили, пришли опять на таможню, она опять не хотела нас пропускать. Этот офицер, это была женщина, она опять стала придираться. А вот у вас того нету. И тогда уже от начальника пришёл посыльный, сказал их выпустить. И это было чудо. Это было такое чудо, я не могу передать. Я плакала и кричала, аллилуйя, слава Богу. Просто мы обстали, обнялись. Ну, как бы это реально было великое благословение, великий опыт, который Бог сделал в нашей жизни. Слава Богу. Да, я очень рад. Это, конечно, при других обстоятельствах, наверное, это было бы ничего особенного. Но в связи со всеми теми событиями, которые происходили тогда, это был непростой путь, который нужно было пройти. Слава Богу. Сколько времени ты не виделась со своими детьми? Ну, я бы хотела ещё дорассказать немножко. А было ещё продолжение этой истории? Да, было, ну, как бы всё так шло хорошо-хорошо вроде бы как. Но мы же приехали на собеседование. Ага, да-да, точно. Да, мы попали во Франкфурт на собеседование. Бог там тоже чудесным образом. У нас собеседование было в 8 утра, и нам нужно было где-то переночевать. Везде есть, слава Богу, что я во всемирной церкви. И это великое преимущество. Везде есть братья и сёстры, которым ты можешь позвонить, тебе помогут. И ты везде свой. И это просто чудесно, что мы все просто дети Божьи. И когда мы пришли на собеседование, он пошёл на собеседование, а он как-то быстро там был, возвращается и говорит, мне не дают студенческую визу. Вау! И тут, конечно, просто шок. Как? У меня тогда тысячу вопросов к Богу. Господи, зачем был весь этот путь? Зачем всё это произошло? Для чего вот это нам? Я не понимаю, говорю, Господи, я не понимаю Твой путь. Как нам дальше быть? Что нам дальше делать? Ну как бы мы уже в Германию приехали. Назад возвращаться в Украину таким тяжёлым путём, тем более в это время. И вот у меня... Тем более у вас же была цель не просто выехать из Украины, а цель была учёба. Конечно, конечно, смысл, конечно. Просто так сидеть какой смысл? И где? Ну мы семья, мы все в Украине. Ну и чего тут самому сидеть? И это была сложная неделя. Неделя слёз, поста и молитвы, и днём, и ночью. Я искала ответа. Господи, ну ответь мне, ну почему так? И в субботу пришла в церковь, приехал из Украины пастырь, друг наш. И он говорит, подавайте ещё раз, ещё раз на визу. Ну как-то мне показалось, что это... Ну тут не дали, опять что ли могу дать. Мы пробовали разные пути. Пробовали и Америка для Украины, и в Англию пробовали. Когда и так, и так, везде там получалось, вроде бы как. Но нам сказали, что лучше, чтобы была студенческая виза. И тогда мы, как бы не теряя время, понимаем, что для того, чтобы учиться в Америке, нужен хороший английский. Может быть, не такой уровень был английского. Мы нанимаем учителя, который бы занимался... И вот мой сын занимался с ним, с учительом английским языком. И решаем ещё раз попадать только уже в Польшу. И мы подаём туда. Как-то получилось очень быстро заполнить документы. И не надо было ждать большой очереди. И там, слава богу, нам дают визу. Нам дают визу, и есть возможность поехать на зимнюю... На зимнюю сессию. На зимнюю сессию, да, да. То есть было две возможности. То есть вы пропустили всё же эту... Да, мы летнюю пропустили, осеннюю пропустили. А на зимнюю... И 6 января я посадила его на самолёт. И он улетел. И хотелось бы сказать, вот оно, окончание всей истории. Но это просто другая страница. И я задавал вопрос, сколько с того момента ты не виделась со своими детьми? С меньшим не виделась 2 года. Как раз в день выпуска было ровно 2 года, когда он меня провёл в Украину и сам полетел в Америку. А средним сыном полтора года. Полтора года. И вот здесь Бог сделал для меня чудо. У меня была встреча вначале с Илюшей. А потом мы вместе поехали к Марку на выпускной. И там тоже... Я побывала в этом учебном завездении. Я увидела всю ту красоту. Я увидела тех людей, которые заботились о моём сыне. Которые помогали. Которые лелейли, любили. Потому что он меня знакомил и говорит, «Мама, это моя мама. А это мама, которая здесь в Майло меня помогала. Мне это мой папа, который в Майло тоже мне помогал. Они приглашали по пятницам к себе на семейный такой ужин. И было очень много людей, которые просто поддерживали всех украинских детей. И в своих молитвах я постоянно благодарю Бога, что есть такие люди. Те такие же мамы и папы, которые заботятся о тех детях, которые вынуждены остаться без своих родителей. И это, с одной стороны, так радостно, что есть такие добрые люди. А с другой стороны, так больно, что мы не возле своих детей. Ей приходи, пришлось отпускать так далеко. Слава Богу, это чудесный опыт. Я думаю, что он вдохновляет многих людей. Потому что порою ты оказываешься в такой ситуации, что появляются сомнения. Есть любовь вообще, что всё это было. Слава Богу, что ты именно с таким опытом столкнулась в своей жизни. Я хочу сказать, что это был опыт как моего сына, так и мой личный опыт. Моих личных отношений с Богом. Бог не всегда отвечает тебе сразу же. Потому что именно для того, чтобы выучить, поправить свой английский, нам нужно было вот эти три месяца. Потому что там было бы намного тяжелее учиться, не зная языка. И в этом Бог чудесный. То есть та отсрочка, это просто задум Божий. И как прекрасно, когда ты сегодня видишь, уже видишь ответы на молитвы, которые ты думал, что это не ответы. Я думаю, что придет время, и эта занавеса, она откроется еще больше. Мы сможем увидеть на самом деле тот путь, которым Бог провел, и почему именно таким образом он это сделал. Слава Богу. Слава Богу. В 138-м псалме Давид написал. «Господи, Ты испытал меня и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли? Ты знаешь, мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня, и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение твое чудно для меня. Слишком велико для моего понимания. Как это невероятно прекрасно осознавать, что Бог всегда наполняет твою жизнь, если ты его в эту жизнь приглашаешь. Многие люди думают, что к Богу нужно обращаться лишь с духовными вопросами. А если это вопросы быта, ну, то только в крайних безвыходных случаях. Но как прекрасно подчеркивает слова Давида мысль о том, что Бог с нами всегда и везде, а не только в критических ситуациях. Хочу обратить ваше внимание на слова Иисуса, с которыми Он обратился к окружающим Его людям, видя их переживания о повседневных вопросах. Христос говорит. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не будет ли Он о вас заботиться, маловеры? Прежде всего ищите Царство Божье и Его праведности. А это все тоже будет дано вам. Не тревожиться это не означает не думать или не стараться. Это означает не отчаиваться и не переживать. Все жизненные обстоятельства находятся в Его руках. Так пусть в Его руках будет и наша с вами жизнь. А вы как думаете? Света, у нас есть традиция на нашей программе. Мы всегда просим гостя, чтобы он помолился о тех нуждах, с которыми люди обращаются к нам в студию. Я думаю, так как ты говорила, что ты всегда смотришь нашу программу, ты видишь, что мы постоянно до начала программы, после программы мы показываем те нужды. Они приходят с разных уголков земли. И люди обращаются с разными очень просьбами. Порой очень больно читать те проблемы, о которых люди пишут. Но знаешь, что меня радует? Они знают, к кому обращаться. И несмотря на то, что им приходится проходить через те жизненные обстоятельства, они все же вызывают к Богу в молитве. Значит, их вера, она жива и действенна. Я бы хотел, чтобы ты помолилась об этих людях и об их просьбах. Ну, можно я немножко отвлекусь? Я обязательно помолюсь. Хочу, я на передачу привезла небольшой подарок. Подарок. Подарок из Украины. Ты можешь спросить, что тут? Что тут такого на этой картине? Ну, я вижу, что это как-то связано, наверное, и с войной. Да. Потому что я очень благодарна Богу и вам, и вашей передаче. Потому что благодаря вашей передаче очень много людей молится за нашу Украину. И очень много людей помогают. кто средствами, кто поддержкой, кто кого-то к себе берет жить. И есть много братьев, которые волонтерят. И они кто на аптечке собирает финансы, кто на машины, на медицинские машины, для того, чтобы ехать и спасать ребят. Да, спасать ребят. И в одном из таких сборов я принимала участие. И мне подарили эту картину. И мне так хотелось ее привезти на эту передачу. Она поместилась мне в чемодан. Слава Богу. И я думаю, этой картиной я просто хочу благодарить, благодарить всех тех, кто обращается к Богу за Украину. Потому что нелегко там и очень тяжело. Особенно тем людям, которые защищают. Которые сейчас ранены, которые страдают. И поэтому пусть это будет как память. Как память для вашей передачи о том, что Бог слышит молитвы. И это еще один сбор, еще один сбор на машины для раненых. И я очень прошу, чтобы вы продолжали молиться об всех тех планах, о той помощи людям раненым и всем, кто там страдает. Обязательно. Я думаю, что для нас это тоже преимущество. В молитвах или в каких-то сборах быть частью дела помощи людям. Конечно, война — это трагедия. И гибнут много людей. Но я верю, что и наши молитвы, и любые средства, они будут поддержкой для многих людей. Пускай Бог открывает сердца тех, кто может помочь тоже в эти минуты. Спасибо. Давай мы помолимся. Добрый, любящий Иисус, сейчас обращаемся к Тебе и хотим славить великое Твое имя, что до сего места Ты помог. Господи, благодарны Тебе, что Ты есть у нас, и мы можем к Тебе обращаться. И сегодня, может быть, много кто имеет трудности, переживания, проблемы и не знает, куда идти. Но сегодня хотим дать направление, что только Ты — живой Бог, который слышишь каждого человека. Только Ты — живой Бог, который желаешь помочь каждому человеку. И Ты всё сделал для того, чтобы поддержать каждого. Потому что пришёл на эту землю и прошёл путь. И поэтому можешь услышать каждого человека. Господи, много людей страдают и болеют. Много людей нуждаются, есть зависимости. Много родителей взывают о своих детях, потому что не тем путём идут. Господи, очень много людей страдают из-за войн. Я очень прошу Тебя, особенно за людей, которые живут в Украине. Очень прошу, чтобы Ты берёг их, Господи, чтобы Ты защитил, чтобы Ты поддержал. Потому что есть много раненых не только физически, а очень много раненых душой, сердцем. Господи, очень много людей задают Тебе вопросы, когда придёт конец. Мы знаем, что Ты всё видишь. Поэтому только на Тебя уповай. Мы знаем, что помощь наша от Господа, Который сотворил всё. Великий Бог, пусть будет Тебе великая слава Живому и Святому Спасителю за всё, что есть в нашей жизни, за всё, что будет, и за то, что Ты поддерживаешь каждого человека в этом мире. Слава Тебе, Великий наш Спаситель, Бог наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ещё раз хочу сказать Тебе спасибо за Твоё участие в программе. Вези большой горячий привет отсюда от нас в Васильков, в Твою Церковь, всем нашим общим друзьям и знакомым. Для меня это самые яркие, светлые воспоминания вот той нашей совместной жизни, нашего совместного служения. Я очень рад, что мы смогли с Тобой встретиться спустя какой-то отрезок времени. Очень надеюсь, что теперь будем встречаться чаще, не через 12 лет. Пусть Бог благословит тебя. Дорогие друзья, мы очень рады, что Вы были с нами на программе «Молитва, передвигающая горы». Мы желаем Вам обильных Божьих благословений, молимся о всех Ваших нуждах, просим, чтобы Бог проявлял себя очень явно в Вашей жизни и Ваша вера от этого только лишь возрастала. Будем очень рады видеть Вас в нашей студии или же пишите свои заявки на онлайн участие в нашей программе. Божьих Вам благословений и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok